Это событие можно назвать историческим для Олексинского предприятия. С нажатием символичной пусковой кнопки «Новую жизнь» получает бумажно-картонная фабрика. В запуске модернизированной бумагоделательной машины принимает участие Алексей Дюмин и замминистра промышленности и торговли страны Виктор Евтухов. Инвестиционное соглашение с руководством предприятия губернатор подписал в 2017 году на Международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге. Всего полгода работы, 2 миллиарда рублей инвестиций и полное обновление технологического процесса. Это закономерный результат нашей совместной деятельности правительства Турцкого региона и той компании, того холдинга, который представляет это предприятие. Ваше предприятие считается одним из самых передовых, самых лучших в этом направлении. Олексинской фабрике в этом году 55 лет. Когда-то мощное предприятие в 90-х годах оно переживало упадок. Производство почти встало. Возрождать его начали в 2005-м. Но лишь крупный инвестпроект позволил устаревшее советское оборудование по производству картона полностью заменить на импортное. Как результат, объем выпускаемой продукции вырастет вдвое. Картонные гильзы, обложки для книг и не только. Олексинское сырье востребовано как на внутреннем рынке, так и в странах СНГ. Задача – выйти на международный уровень. Мы сократили вывоз необработанной древесины за пределы нашей страны, увеличили внутреннюю переработку, увеличили экспорт продукции. Ваша продукция также является экспортоориентированной, и объемы поставки на внешние рынки будут увеличиваться. Модернизация цеха позволит увеличить доход предприятия. Вырастут налоговые поступления в бюджет региона. Но с развитием производства не должна пострадать экология, отмечает Алексей Дюмин. Фабрика находится в черте города. Безопасность людей прежде всего. Были определенные жалобы и нарекания по экологической части. Та мощность, которую вы увеличиваете, модернизируете, как она повлияет на экологическую составляющую. Мы получили новый технологический уровень. И исходя из этого, при новом технологическом уровне параметры экологические существенно улучшаются уже в самой технологии. Ну и дополнительно к этому мы, естественно, занимаемся и очистными сооружениями. Вопросов со стороны жителей города не будет. Стабильная работа – это важно, но не менее важны условия жизни в городе. Их будут улучшать, пообещал работникам предприятия Алексей Дюмин. Губернатору пожаловались на отсутствие дежурной аптеки в Алексине. В этом году по поручению Алексея Дюмина ее организуют. Улучшат и ситуацию с уборкой города. Из бюджета региона на коммунальную технику для всех районов области дополнительно выделят 60 миллионов рублей. Продолжится и благоустройство города. По программе формирования комфортной городской среды Алексин получит 40 миллионов рублей. Это в два раза больше, чем в прошлом году. Это программа, которая выносится на голосование с жителями. Жители сами определяют приоритетные точки, точки притяжения. Они сами выбирают либо это сквер, либо это парк, либо это мемориальный комплекс какой-то. В течение этого года должно быть отремонтировано 39 дворовых территорий и должно быть отремонтировано 10 тротуаров. А региональное правительство продолжит сотрудничать с предприятием, помогать его дальнейшему развитию. Планы уже есть. В следующем году инвестор намерен приступить к строительству нового производства гофрокартона. Это дополнительные 4 миллиарда рублей инвестиций и 300 рабочих мест. Надежда Милюхина, Роман Тюгина, Руслан Кравченко, Первый Тульский.